Мотороллеры, мотоциклы, мотовездеходы и снегоходы – все это сегодня выпускает Жуковский веломотозавод. После серьезной реконструкции, проведенной в 2012 году, на предприятии возобновилось производство велосипедов. К тому же теперь здесь не только собирают велосипеды, но и изготавливают основные узлы и детали. За последние 2-3 года вложено около 800 миллионов рублей. В этом году было построено 3 корпуса производственных в общей сложности около 30 тысяч квадратных метров производственных площадей. И было закуплено оборудование в общей сложности на сумму около 200 миллионов рублей. Это новые японские автоматы лазерной резки и обрабатывающие центры. Это нам позволило, прежде всего, освоить самим выпуск рам как мототехники, так и рам велосипедных. В настоящее время предприятие готовится к выпуску опытно-промышленной партии новых мотовездеходов. Спроектированы собственные бензиновые двигатели для мототехники. Для их изготовления строится новый производственный корпус, где будет установлено оборудование по точному литью алюминиевых деталей, обрабатывающие центры, конвейерные линии по сборке, испытанию и обкатке двигателей. Все работы планируются закончить в 2016 году. Предприятие выпускает велосипеды, квадроциклы, снегоходы. Но уровень локализации только 30%. То есть 30% – это те запчасти, которые с ним выпускают сам завод, то, что сам готовит. А 70% они сегодня получают комплектующих из-за рубежа. И вот это те проблемы, которые сегодня не позволяют заводу двигаться вперед. Импортная продукция, которая поступает у нас из Тайвана, из Китая, она идёт без готовой продукции, без пошлины. А на комплектующие, то, на чём с ней работает данная предприятие, на некоторые комплектующие пошлины составляют 15%. И вот это то, чем сегодня и занимается правительство Брянской области. Сегодня позиция правительства Брянской области о необходимости обнуления таможенных пошлин на детали нашла поддержку в Совете Федерации и понимание в Министерстве промышленности. Александр Богомаз отметил, что пошлина на комплектующие должна стать нулевой. Это даст больше возможностей для работы и развития предприятия. Также в ходе рабочей поездки в Жуковский район глава региона посетил центральную районную больницу. Осмотрел здание первичного сосудистого отделения, открывшееся недавно после капитального ремонта. Здесь располагается кабинет компьютерной томографии, кардио- и неврологическое отделение. Практически готова палата интенсивной терапии, но для начала ее работы необходим трубопровод для централизованной подачи кислорода. На его устройство требуется около 8 миллионов рублей. Александр Богомаз заверил, что помощь в завершении строительства реанимационного отделения будет оказана.